Всем привет, это 21 век. Меня зовут Виктор Гастеев и это еще один ролик про новинки от Honor. И сейчас у меня в руках Honor X9A. И что он на себя представляет, смотрите в этом обзоре. Что касаемо дизайна, мне на ум приходит только одно слово. Премиальный. Скругленные края, красивый блеск корпуса и самое необычное, это чуть выпирающее колесо с камерами. Да, мы уже видели просто черный диск у того же Honor Magic 4 Pro. Но чтобы прям колесо, это прям новинка. По расцветкам у нас есть титановый серебристый, изумрудный зеленый и полночный черный. У меня в руках серебристый и зеленый. Экран занимает 93% фронтальной стороны телефона. Зарядка и коммутация компьютеру производится через разъем Type-C. В смартфон можно вставить только две сим-карты. Левая сторона у нас пустая, а справа кнопка блокировки и качелька регулировки громкости. Сканер отпечатка пальца находится под экраном. Вы наверняка уже заметили, что у этого смартфона отличный экран. Это OLED на 6,67 дюйма. Разрешение экрана 2400 на 1080. Что нам это говорит? То, что плотность пикселей здесь 395 ppi. И пиксель я вижу. Ну, как бы я ни старался и не пытался бы испортить зрение, я его не вижу. Что еще здесь круто? Это 100% охвата диапазона DCI-P3. Это как в кинотеатре. Обычно у OLED есть минус. Это шим. Что такое шим? Это на низкой яркости, когда некоторые люди видят небольшое мерцание. Это как раз таки и есть тот самый шим. Однако, отмечу, что в данном девайсе сделали все, чтобы неприятного шима мы избежали. Он тут на частоте 1920 Гц. То есть ни прямо, ни боковым зрением я его не вижу. Что еще здесь крутого? 120 Гц. На рынке смартфонов сейчас это топовое значение. Пиковая яркость у смартфона 800 нит. Это действительно очень крутое значение, потому что у многих смартфонов это значение от 300 до 500. В отличие от более младших моделей X7A и X8A, X9A обладает шикарной производительностью. Восьмиядерный Snapdragon 695, сделанный по 6-нанометровому техпроцессу, выдает достойные результаты в играх. Call of Duty бегает как заведенное. Я доволен. Интерфейс тоже не лагает. И приложение, в том числе и камера, открывается почти моментально. В Honor X9A поставили 6 ГБ оперативной памяти, которая благодаря примочке Honor RAM Turbo с легкостью расширяется еще на 5 ГБ за счет постоянной памяти. А постоянной памяти здесь 128 ГБ, но хотелось бы больше. Что касается автономности, нам поставили аккумулятор на 5100 мАч. И приятно видеть, что у современных смартфонов растут не только аппетиты к батарее, но и сами эти батареи. Два дня работы нам обеспечены. Смартфон комплектуется 40-ваттным быстрым блоком питания, где полдня работы обеспечивается всего 15-минутной зарядкой. То есть забежали в кафешку, поставили телефон на зарядку, в это время попили кофейка с хрустящей французской булкой и до вечера вы на волне. Что еще мне нравится, последние смартфоны Honor могут похвастаться очень живучей батареей. Не только в плане одного цикла зарядки, но и в рамках тысячи циклов перезарядки. Обычно батареи со временем теряют свой максимальный объем, а тут после тысячи зарядок-перезарядок сохранится примерно 80%. Ну это похвально. Что касаемо камер, на этом колесе у нас три датчика. Основной модуль на 64 мегапикселя с хорошей диафрагмой 1.8. Вот такие снимки она выдает. Причем мне приятно смотреть на эти фотки даже на самом смартфоне. Все очень аппетитно и красочно. Ночью и в условиях слабой освещенности мы тоже имеем вполне достойные снимки. Даже если их приблизить, все смотрится вполне прилично. Видео на основную камеру тоже приличное. Это не кинокамера, но такие ролики точно не стыдно заливать в соцсети. Сейчас вы посмотрите, как плавно смартфон переэкспонирует изображение с темного на светлое. А сейчас, как переводит фокус в автоматическом режиме с ближнего плана на дальний. Второй модуль это у нас ширик на 5 мегапикселей, диафрагма 2.2. Да, ширику для достойных снимков нужно больше света, но днем в ярко освещенном пространстве он чувствует себя как рыба в воде. Лично я очень люблю фоткать и снимать видео на широкоугольную камеру. У нее какая-то своя эстетика. И очень надеюсь, что в следующей версии этого телефона нам сюда занесут чуть больше пикселей. Ну и последний модуль это у нас модуль макро на 2 мегапикселя с диафрагмой 2.4. А сейчас вы смотрите видео с фронтальной камеры Honor X9A 16 мегапикселей с диафрагмой 2.45. Ну а здесь условия уже немного похуже. И зацените, кстати, звук. Ну и напоследок, по традиции, вот вам две фотки на фронталку. В нормальных условиях и в условиях похуже. В качестве выводов скажу, что смартфоны от Honor очень прочно сидят на нашем рынке и в умах покупателей. Все знают, что это хороший смартфон за свои деньги. Взять хотя бы фишки от фирменной оболочки Magic UE 6.1, которая сидит на андроиде 12. К примеру, жесты для создания скриншотов. Если раньше мы могли только зажимать две клавиши, либо проводить тремя пальцами по экрану, то здесь есть специальные жесты для длинных скриншотов, для отдельных фрагментов на экране, а также для записи видео. В общем, тема прикольная. А на этом все. С вами был 21 век Виктор Гастеев, Honor X9A. С вас лайк, подписка, комментарий и увидимся в следующих обзорах. Пока!